Свой 141 день рождения отметил город-курорт Тиберда. Яркая концертная программа, спортивные состязания и угощения местной национальной кухни сделали праздник действительно запоминающимся. Ахмат Халкечев продолжит. Местом притяжения в этот праздничный день стала и без того немалолюдная береговая зона легендарного озера Каракель. На ярко оформленной сцене мощной порцией позитивного настроения гостей торжества заряжали выступления артистов и эстрадных исполнителей. Приятной новостью для жителей города именинника поделился мэр Карачевского городского округа Марат Урусов. Он подчеркнул, что в свой день рождения Тиберда отмечает не только достижение прошлого, но и то, что ждет ее впереди. Наша общая цель – просветание и благополучие нашей малой родины и великой страны в целом, подытожил городоначальник. Отдельно хочу поздравить с тем, что город Тиберда отныне стал городом федерального значения. Такое решение принято правительством Российской Федерации и уже документ подписан председателем правительства Российской Федерации. Теперь наша Тиберда наравне с 55 курортами страны входит в список курортов федерального значения. У каждого своя Тиберда, своя история любви к ней. Для кого-то это курорт, романтика горного туризма, а для научно-педагогического сообщества региона Тиберда – это история про огонь просвещения, которую зажгли здесь великие умы прошедших столетий, сказал ректор Качегулу Таусултан Узденов. Для научно-педагогического сообщества, которое я здесь представляю, Тиберда – это история про свет, история про огонь просвещения, который зажгли здесь больше ста лет назад. Ислам Пашаевич Крымшамхалов – первый просветитель, художник, поэт Карачаев. Исмаил Акпаев – автор первого учебника на Северо-Западном Кавказе и первый книгопечатник Карачаева Черкесии. Это история про замечательный род просветителей Халиловых. Жители Тиберды уверенно смотрят в будущее. Никто не сомневается, что вместе они строят лучший город на земле. Очень красиво, все очень нравится. Сейчас будем ходить, все обходить, смотреть. Все самое лучшее здесь. Горы, красота. Радостно, что мы здесь живем. Безо всякого привлечения Тиберда является жемчужиной и эталоном природной красоты для всей нашей огромной страны. Любой, кто хоть раз в жизни посетил это сказочное место, навечно влюбляется в него. Много-много мест посетили в этом году. Мы здесь впервые. Впервые? Да. Раньше подозревали, что есть в России такие уголки? Честно говоря, только слышала. Но друзья очень посоветовали. И мы приехали сюда. И не пожалели. И мы вернемся сюда не один раз точно. Мы приехали за вашим очень вкусным айраном. И нам сказали, что он будет только здесь сегодня. Драдушие местных жителей, оно делает этот край еще более чудесным. Я была в музеях, мне понравились украшения, оружие. Впечатляет просто сама древность. То есть это было несколько веков до нашей эры. В честь праздника, дня города, администрации были организованы всевозможные увлекательнейшие культурные и спортивные мероприятия. Ну а традиционные угощения карачайской кухни, хачины с айраном, особо понравились нашим гостям. Они спросили. То есть не успеваешь их печь? Просто напрасно. Очень вкусное блюдо. А с чем это связано? Не могу сказать. Как вам, айран, как вам хачины? Очень вкусно. Мы ехали первый раз сюда, вообще довольны. Красавица полностью. Сегодня поднимались в горы высоко, в Дамбай. Очень понравилось. Первый раз здесь отдыхаем, безумно понравилось. Теперь будем сюда только приезжать. Да, очень понравилось. Гостеприимность вообще. Вся наша семья, все очень довольны. Сам курортный город хоть и был заложен в 1868 году, название Тиберда по одной из версий с карачаевского переводится как «Божий дар». А называли местные эту заповедную долину издревле так, не только из-за завораживающей красоты природу, но и за целебный воздух. Ахмат Латхичев, Ренат Мук.